Приветствуем вас! Данное видео посвящено графику Sequence Chart. Данный вид сервиса предназначен для определения графических или объемных моделей, а также поиска их подобий. Прежде чем рассказать, как устроен самый простой вид поиска, хочу дать несколько рекомендаций по работе. Первичная загрузка данных может занять некоторое время, то есть выбирая несколько месяцев для загрузки графика, вы можете потратить на это от 10 до 20 минут в зависимости от выбранного инструмента и выбранного периода. Также рекомендуем проводить исследование, не добавляя текущую дату. То есть исследуйте график при выбранном вчерашнем дне и определенном нескольким месяцем в прошлое. Также рекомендуется для поиска использовать процессор с частотой 3.5 ГГц и выше. Теперь давайте перейдем непосредственно к работе с графиком. Sequence Chart состоит из двух модулей. Это Sequence Chart Control Center и непосредственно Sequence Chart, то есть сам график. Как устроен поиск? Вас заинтересовала какая-то точка на графике. Вот я возьму для примера вот этот разворотный момент. Самая высокая точка 15 января. Мы активируем, как и на других графиках временную линию. Устанавливаем ее. Делаем шире график. Теперь обращаемся к Control Center. Что он из себя представляет? Мы можем добавлять и использовать шаблоны. Количество их будет увеличиться. На данный момент доступно всего 5 шаблонов. Более подробно о шаблонах, документацию о шаблонах вы можете найти в Help Center на нашем сайте. Как осуществляется поиск? Допустим, нас заинтересовала вот эта группа баров. Меня интересует уже бар нападения. И предположим еще 4-5 баров в прошлое. То есть мы настраиваем здесь в каждом из шаблонов. Выбираем Side Move. Здесь Size. То есть размер. Это размер бара. 80%. Volume можно выбрать тоже 80-90. Выбираем 80. Меня интересует 5 минут в прошлое. Вот у нас есть в шаблоне по движению количество минут. То есть минутные графики до 9 минут в прошлое. 5-минутные, 10-часовые, 2-часовые. Я выберу SM05. Это означает, что от выбранного бара еще 4 бара будут выбраны в прошлое. Видите? Вот сразу же выделилась группа из 5 баров. Мы видим, что сразу обновился Match List. Это список совпадений. То есть мы видим, что очень большое количество совпадений у нас появилось. Как отфильтровать? Выберем в следующем Size. То есть размер 5-минутки. То есть бар, который включен в данную 5-минутку, будет участвовать и сама 5-минутка. И выберем объем. То есть совпадение тоже по 5-минутам. 5 минут берется именно 5-минутка, в которую попадает выбранный нами бар и те бары, которые выбраны в SideMove от него. Как это выглядит? Вот смотрите. Вот наша точка, которую мы выбрали. Теперь возвращаемся в Control Center. Удобнее, конечно, использовать сам сервис на двух мониторах. Вот смотрите. У нас появилось 31 совпадение. Даты у меня выбраны за текущий контракт. То есть 26 ноября по вчерашний день. И мы можем навигировать прям по графику. Смотреть совпадения, как рынок себя вел. Вот видите, тоже очень хороший шор, допустим, при таком построении баров. С учетом 5-минутного объема и размера 5-минутки, как у нас выбран фильтр. Если нас заинтересовал найденный нами результат, и мы его хотим сохранить. И использовать в качестве алерта, то мы добавляем алерт по времени и дате на линии. Нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем создать алерт. Назовем ему Cell 15.01. Добавить какой-то комментарий. Выбрать цвет этого алерта. Сделаем красный. Алерт сохранен. Теперь в Setup заходим в Alert Manager. Мы видим, что здесь уже есть несколько алертов. И вот только что с нами созданный алерт. Мы их можем активировать, не отключать. Закрываем. Смотрите, есть два режима. Mode Search, это поиск, который мы сейчас осуществили. И Alert. В режиме Alert, если мы переходим в Control Center, мы видим, у нас есть список алертов. Кликая на любой из сохраненных алертов, мы подгружаем его результаты. Вот видите, да? Матчлист опять появился у нас. И навигируем между результатами. Вот можем переключиться, допустим, на 5-5 минут бай. Сохраненный прежде алерт у меня. То есть мы видим, здесь всего 5 совпадений. И также мы все их можем посмотреть. То есть как реагировал рынок. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам в поддержку. Также мы будем увеличивать количество информационных роликов и информационных материалов по данному виду графика. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.